здравствуйте дорогие телезрители и конечно мои подписчики на канале youtube сегодняшняя тема будет не просто интересная она для тех у кого на участке есть крысы подземные а вот как они мне дорогие эти крысы вы себе даже не представляете я могу вас как бы очень удивить видимо когда скажу что если вы весной ходите по участку и у вас ноги проваливаются не надо думать наивно что это земля не промерзла нет ребята мои дорогие это земля промерзла только там вот на такой глубине находятся вот такие ходы этих мышпалевок водяных на самом деле мышпалевка водяная самый крупный представитель из этих из этой крысиной гвардии просто они до 20 с лишним сантиметров у них хвостик еще чуть-чуть поменьше они как палка колбасы батон знаете такой причем эта крыса живет в старых норах кротов и землероев и беда то в том что я уже два года картофель не могу посадить это роскошь для крыс то это хорошо для меня это плохо потому что весь урожай в конечном итоге ну если я половина соберу то хорошо но для меня половина из 7 мешков 3 это как бы маловато оставляют эти крысы подползая снизу вот на такой глубине снизу к кусту картофеля они сначала съедают все крупные приходя неоднократно к этому кусту всей семьей я так полагаю а плодятся они 5 раз по моему по 7 штук или 7 раз по 5 штук но разницы то нет никакой все равно 35 от одной дамочки появятся новенькие поэтому внимательно отнеситесь к тому если у вас есть бугорки насыпанные земли и туда есть вход это или крот или землеройка но у этих гражданок у них есть ну знаете ли такая скрытная на нас охота они тщательным образом выбирают место где есть какая-то какое-то растение с листьями и этот вход прикрыт и горки нету всю землю которую им не надо ее вытаскивать они ее либо там внизу уплотняют либо они ее вытаскивают и куда-то относят так незаметно либо забивают какие-то ненужные ходы после крота что делает крот на ваших участках вот кстати сказать он растение это не ест это несчастное существо оно почему страдают от него растения потому что выбрав себе дорожку прямо к кладке жуков там личинки червяка дождевой это любимейшее питание крота он их там запас откладывать но сделал дорожку прямо он будет грызть все что ему попадется на пути все корни все луковицы он просто их испоганит но есть он их не будет а это крысин да как раз съедает все и сегодня тема нашей программы как же все таки попробовать посадить картофель если на участке есть крысы придется уменьшить участок но тем не менее вы видите у меня на столе вот как раз те бутылки которые в нашей жизни заняли ну почетное огромное место их вот так вот везде и всегда в них и вода чистая в них омывайки в них и всякие там жидкости для автомобиля уверяю вас что для того чтобы как-то спасти картофель и получить урожай может быть не в полном объеме но не не остатки его потому что крыса съедая крупный средний унося к себе в норке а вот она оставляет нам три-четыре вот таких картошечки ну что это такое а ничего это такое называется поэтому у меня появилась идея я вас приглашаю вместе со мной этой идеей воспользоваться нужны пятилитровые или шестилитровые бутылки вы уже видели в некоторых моих программах что эти бутылки обрезанные с обоих концов я использую для посадки лилий луковичных вообще нет на даче если это не бутылки крысы съедают все но по какой-то не знаю причине им не нравится этот пластик они его прогрызть не могут для лилии это благо потому что сбоку вода не подступает а растение не любит влагу лилия поэтому поливая суда три раза за лето мы даем вот такое вот количество для этого цветка и она прекрасно растет но что делать с картошкой я долго думала и мне пришла в голову идея а вы еще да знаете какая я экспериментатор нужны две бутылки потому что посмотрите посадив сюда картофель но мы не добьемся хорошего результата слишком маленький объем нам нужно две бутылки и что мы должны сделать обрезаем по плечике так чтобы было понятно что она достаточной высоты и крыса будет ползти вниз либо подгребая снизу она скорее всего уткнется и вот эту часть не обрезайте вот так ровно оставьте немножко затем чтобы у этой твари интеллектуальной все-таки создалось впечатление что там вход закрыт к я надеюсь что не подползет так ну это не очень сложно пластик режется хорошо только если количество будет большое а мне нужно 50 пар бутылок посадить нужно 100 кустов то есть это 5 рядов по 10 кустов вот чем я и да придется пересмотреть как бы количественную посадку потому что я сажаю по методу голландцев но сейчас уже вынуждена хотя бы как-то посадить картофель надеюсь что вам это понравится так и здесь тоже обрезаем также чтобы у нас бутылки по высоте были примерно одинаковы потом можно такой треск стоит потом можно подрезать все это вообще вот такой девиз все отходы в огороды знаете он как-то знаете прижился у нас все будет использоваться нашем огороде что не нужно на столе и что лишнее в нашей жизни посмотрите все две бутылки обрезаны нам нужно только эти цилиндры а теперь мы разрежем бутылки вот таким образом делайте это ровно мы должны их полу развернуть понимаете да теперь уже понимаете про что я так и здесь также и вот эти две бутылки постараемся соединить вот раскрыть их совсем удастся если обрезать вот это все очень ровно но не хотелось бы хотелось бы показать как они будут соединены либо склеены попробуем я очень упрямая я такая упрямая вы себе не представляете даже и если меня что-то вот допекает я найду 100 способов чтобы от этого избавиться ну у меня есть степлер я попробую просто прихватить их края но есть еще клей момент и он тоже поработает если такая необходимость возникнет степлер нужен конечно не такой маленький а большой ничего со степлером не с маленьким не получилось большой степлер на даче но принцип вы должны понимать я раскрою их таким образом чтобы у меня получилась большая емкость ну вот смотрите ее можно разогнуть разными методами скорее всего придется видеть ее в обратную сторону тогда она достаточно податлива придется вооружиться шилом или большим степлером нам же это нужно не как бы ну чтобы было прочно конечно но это все таки скажем емкость для посадки картофеля либо еще чего-то другого и у меня уже возникла идея что если полосами поставить вдоль грядки да господи ты боже мой если полосами поставить вдоль грядки то и морковь можно так посадить понимаете а можно индивидуально по 3 морковки в бутылку а что делать я не знаю санэпидстанция наша дорогая они сказали ну знаете надо на прикормом там отравы они не берут отраву их месяц надо кормить хорошей пищей только тогда они может быть возьмут отраву вот такой объем для куста картошки вполне приемлемо и я это сделаю и вы это увидите но есть цветы которые мы любим да наши любимые луковичные даже тюльпаны посадив даже вот в такой объем ну можно выгнуть назад 5 секунд делов да в такой объем не разрезанную по 3 луковицы по 5 луковиц я сажаю нарциссы ярусами и покажу обязательно как это делается таким образом можно сохранить свой урожай свои растения от этих подземных чудищ я не знаю как их назвать еще вот такие бутылки будут хороши для того чтобы сделать для них ну это конечно не ловушки не отравы но это будет источать запах например скипидара керосина дегтя сюда запихиваем смоченную ватку ватный диск можно можно кусочек тряпочки смоченный из тех веществ теми веществами которые назвала это деготь это керосин это скипидар этих запахов крысы не любят можете взять и намочить перекрученный чеснок намочить там ваточки и запихать сюда не закрывая бутылку ставите ее так чтобы часть ее была в норе а вот эта часть вот на бочок нагревалась солнцем когда нагревают очень сильный а пластик сами знаете там температура страшная то воздух насыщенный парами этих веществ которые крысы гурманы они ненавидят его он пойдет в нору и тогда эти красотки покинут некоторые хотя бы норы на вашем участке такие бутылки помогут вам однозначно можете подогнать автомобиль прямо на участок положите одеть трубу на выхлопную трубу и опустить ее в нору которой вы обнаружили ну знаете я как-то попробовала и воду которую нам дают качают до из этих баков больших я взяла и опустила шланг в эту нору три часа качали воду три часа вода уходила из шланга неведомо мне куда и нигде она не вытекла я смотрела на соседские участки может там уже потом ничего подобного но может быть для кого-то это было благом может быть хоть пара крыс убежала но наше народное творчество она всегда всеми любимая я еще хочу вот что сказать что в северных краях где не ездят туда машины не ходят туда поезда там только самолеты перевести что-либо очень дорого но вот такого добра там хватает и вот из такого добра вырезанного и утюгом горячим через тряпочку выровненного северные наши огородники и цветоводы делают теплицы парники причем вот это практически вечно 50 лет гарантированно даже пятнышко не появится вот рекомендую попробовать еще и такой вариант ну а мы с вами тот кто живет вот в сообществе около красноярска имеет участки будем делать что-нибудь такое и все это на дачном участке я вам обязательно покажу а пока до свидания